Это новый экзотический меч Тень Сердца. Это активность, в которой его можно получить, подземелье Дуальность. Это видеогайд к прохождению. А это видео с обзором основных особенностей меча и быстрыми впечатлениями от него. Ну и да, это спонсор сегодняшнего видео. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса, больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд, или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Еще бы! Переходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь к видео. Напомню, что получить этот меч можно случайно на удачку, закрыв подземелье дуальность, но увеличить шанс дропа можно, закрыв один или все специальные триумфы с увеличением шансов, которые можно рассмотреть в печати. Я закрыл, например, один из них на сбор лора, и уже этого хватило, чтобы в тот же заход я получил экзот. Итак, главный экзотический перк Вскрытие. Благодаря ему ваш персонаж будет становиться невидимым после тяжелой атаки с полным запасом энергии. Самое крутое здесь то, что вам даже не нужно наносить при этом урон. Просто тяжелый взмах уводит вас в инвиз и выстреливает серии снарядов на довольно близком расстоянии. Каким бы классом, каким бы под классом вы не играли, инвиз теперь вам доступен. Так что эту привилегию у охотников забрали. Следующий перк Выстрел вслепую. Благодаря ему, когда вы находитесь в состоянии невидимости, вы в течение некоторого короткого времени наносите увеличенный урон. А если вы поразите цель во время действия перка Выстрел вслепую, вы дебафните врага, то есть ослабите его. Фокус в том, что по какой-то причине вам нет на самом деле необходимости быть в инвизе, чтобы ослабить цель. Это работает как-то по умолчанию. Уж не знаю, баг это или просто описание перка ошибается и потом это будет исправлено. Вы видите, как просто все работает. Как я уже сказал, вы можете стать невидимым просто от взмаха меча. Это активирует выстрел в темноте, но он не обязателен для дебафа. Сам дебаф держится на цели 7 секунд. Столько же, сколько и невидимость. Вы можете заметить таймер при активации. И обратите внимание, это не баф к урону меча. Это именно дебаф цели. Так что увеличенный урон по врагу будет залетать из другого оружия тоже. Ослабление, наносимое тяжелой атакой, составит 15%. Это та же цифра, что у, например, дымовой шашки охотника. Но все же, возможность одним и тем же оружием и ослабить цель и нанести по ней урон крайне полезна. Кроме того, у меча есть интересная синергия с инвизом охотника. Если вы станете невидимым с помощью классовых способностей пустотного ханта, вы также получите эффект от перка выстрел вслепую на увеличенный урон. Ну и на чистку мобов особенности этого меча тоже подходят отлично. Не то, чтобы с меча кто-то трэш чистил, но все же. Потому что, когда вы используете тяжелую атаку, она выстреливает цепью маленьких снарядов, которые могут нанести урон по сразу нескольким противникам. Потенциально у меча появится катализатор, который на момент записи видео я еще не получил и затестить не могу. Без катализатора этот меч уже, впрочем, и так хорош. Так что, боюсь, с катализатором мы увидим что-то еще более невероятное по возможностям. И тогда еще вернемся к этому экзоту. А пока спасибо за просмотр, удачного вам лута и до связи.